Привет, мои хорошие! С вами Дарья, и я рада приветствовать вас на своем канале. Дарьяр, подписывать может каждый. Сегодня среда, а это значит время разговорного видео. Обсуждаем сегодня, конечно же, победителей конкурса и мою историю, как я стала художником. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первым делом мы с вами обсудим конкурс. Сейчас перенесла я его на целую неделю из-за своей поездки в Москву. Кстати, те, кто пришел на живой мастер-класс, вам большое спасибо. Я до сих пор под впечатлением и немножко еще не отошла от этой поездки. Хочется вернуться, но думаю, в скором времени я снова приеду в Москву и обязательно еще много чего порисую. Опять отвлеклась, переходим к конкурсу. Получила я множество ваших историй в Инстаграме, перечитывала множество раз, чтобы выбрать победителей, кому же отправятся книжки-раскраски. И первое, что я хочу вам сказать, это огромное спасибо всем, кто участвовал, потому что вы все победители, потому что поделились вашей историей, вдохновили меня, потому что эту сумасшедшую неделю мне немножко не хватало энергии, до сих пор мне ее не хватает. Я перечитываю ваши истории, как вы стали рисовать, как творчество ворвалось в вашу жизнь. Это на самом деле меня мотивирует, вдохновляет. Поэтому, если вы ищите мотивацию, то переходите в Инстаграме по хэштегу «Конкурс ДориАрт» и читайте истории конкурсантов и вдохновляйтесь вместе со мной. Итак, первым победителем становится Матвеева весна. Буду называть по именно имени Инстаграма, чтобы точно ничего не перепутать. Здесь выгружу картинку конкурсную и хочу поздравить. Очень душевная история, перечитала ее, как и остальные, много раз, и все-таки решила, что именно данная история в этом конкурсе получит данную раскраску «Города. Удивительное строение». Поэтому раскрашивайте, мы с вами спишемся, и книжку я вам отправлю. Итак, второй победитель нашего конкурса – это Джульетта. Джуз, тоже выставлю картинку здесь, чтобы вы могли посмотреть, себя узнать. Тоже удивительная история. Мужу привет, надеюсь, за обои не нарукал. Перечитала тоже много раз. Большое спасибо за теплые слова в мой адрес, в сторону моих видеоуроков. Вообще, я всем хочу большое спасибо сказать за столько положительных и добрых отзывов в мою сторону. Но жаль, что я не могу книжки расслать всем, а они отправляются именно «Матвеева весна» и «Джульетта Джуз». Девчонки, поздравляю, вы большие молодцы. Спишемся с вами в соцсетях, и обязательно я вам эти книжечки отправлю. И вы обязательно со мной потом поделитесь вашими результатами, что вы там нараскрашивали. И с конкурсом на этом всё. Ещё раз всем огромное спасибо за участие. Итак, наступает вторая глава нашего видео, где я вам расскажу, как я стала художником. И вообще, самоучка я или не самоучка? Первое, начнём с того, что я учитель изобразительного искусства. Это моё образование. У меня есть диплом, который это подтверждает. Отучилась я 5 лет и, так сказать, стала художником благодаря этому образованию. В художественную школу я не ходила. Выросла я в небольшом посёлке. Занималась я рукоделием, вязала, играла на фортепиано, ходила в школу. Да, всё как обычно. Не думала я быть художником. Рисовала поскольку, постольку. И вообще, если посмотреть мои детские рисунки, я постараюсь вам вставить фотографии, то вот в детском саду, что я рисовала в начальной школе, то есть, как все дети, нет ничего такого сверхъестественного. И никогда никто не думал, что Дарья станет художником. Потом в средней школе я тоже рисовала поскольку, поскольку. Что-то копировала, тоже вот покажу вам мои работы, фотографии вставлю. То есть, я не считаю, что я делала что-то такое сверхъестественное. Рисовала я как все дети, да, ну как все девочки. Девочки все хорошо рисуют, потому что они более усидчивые и постоянно занимаются оформительской деятельностью. Плакаты, стенгазеты, оформление актового зала. Это всё я делала с энтузиазмом и с любовью. Люблю свою школу вспоминать. Было там очень всегда весело и интересно. Потом, когда я уже начала заканчивать 11 класс, я почему-то решила стать ветеринаром. Я это помню прямо. Я хотела лечить животных, так как я их очень люблю. Но, судя по моему вредному чёрному коту, вы это понимаете. И как-то поехала я поступать в город, в ВУЗ именно с этой мыслью, что я стану ветеринаром. Но пока ехала, передумала. И вы понимаете, разве я сижу здесь, значит я ветеринаром не стала. Поступила я на художника. Поступить получилось, не могу сказать, что просто. Потому что на предварительном просмотре работ мне сказали, что я не смогу поступить, так как рисую я не очень хорошо. Мне бы поучиться. То есть все идут из художественных школ. У меня нет художественной школы. То есть я просто зря потрачу время, и мне не получится поступить и набрать нужные баллы. Но, так сказать, упорство и труд все перетрут. Мне позволили, ну, дали шанс попробовать. За месяц я подготовилась и поступила, и стала, так сказать, художником, как вы видите. Закончила 5 лет своего обучения. Конечно, я понимаю, что когда я поступила, я поступила с натяжкой. То есть, слава богу, как-то дотянула. Потом, конечно, первые годы были очень сложные, потому что я отставала от всех, рисовала я хуже всех. На пятом курсе я не могу сказать, что я стала рисовать лучше всех, но уже рисовать стала на уровне, точнее, писать картины стала на уровне, и мне уже самой начали нравиться свои работы. И продолжаю я учиться и улучшать свой навык до сих пор. То есть мое обучение длится до сих пор. Я постоянно рисую, я постоянно общаюсь с людьми, их обучаю, тем самым я, так сказать, себя еще раз обучаю. Потому что постоянно информация в моей голове крутится, я ее не забываю, постоянно ее обновляю, ищу что-то новое для того, чтобы учеников получали замечательные работы. И если брать мои видеоуроки, то вы должны понимать, что они созданы именно для новичков. Я их создавала, так сказать, с мыслью о той Дарье, которая пришла на вступительный экзамен, и ей сказали, что ты не поступишь, и ты не умеешь рисовать. Цель моего канала – это доказать каждому, что если ты хочешь, ты можешь. Если ты даже считаешь, что ты не умеешь, если ты возьмешь мой видеоурок «Краски, кисточки, бумагу», то у тебя обязательно получится замечательная картина, и с этим уже мало кто может поспорить, а кто спорит, тот обычно, так сказать, в итоге со мной соглашается. Потому что если человек хочет, он всегда может добиться желаемого результата. Если вы считаете, что вам не хватает академизма, мои уроки слишком для вас простые, либо я что-то показываю не так точно, как вас учили, как вы читали, именно в плане академических знаний, то вы должны понимать, что просто этот канал не для вас. Этот канал, собственно, для новичков. И если вы уже его переросли, и вам хочется расти дальше, то вы просто ищите следующие пути развития. Источников информации очень много. Слава Богу, у нас есть интернет, и любую информацию, любые знания можно в нем найти и их освоить. Поэтому не нужно ругаться под капиталиями. Все равно я все бадю. Ой, добрая Дарья. И вы должны понимать, что мой канал создан именно для новичков, кто хочет научиться рисовать. Я здесь не занимаюсь позерством и не просто вам показываю, как я умею рисовать. Если бы я хотела показывать, как я умею рисовать, я бы просто создавала ускоренное видео, так сказать, создание, именно процесс создания, как я создаю картины. Картины я пишу от 4 часов и больше, то есть я могу несколько суток писать одну картину, одну работу. То есть я бы просто вам снимала в ускоренном видео, это все показываю, как я могу. И на этом бы разговор закончен. Если вам интересно, конечно, посмотреть именно, как я создаю свои работы именно в таком ускоренном формате, то, может быть, периодически я и буду выкладывать такие видео, если, конечно, вам будет интересно. Но именно видеоуроки это урок, где я хочу, чтобы любой, кто за него взялся, смог по нему нарисовать картину. И на этом все. Я буду заканчивать данное видео. Большое спасибо за внимание. Утомила я и себя, и камеру, и вас, но, надеюсь, не очень сильно, и это видео было вам хоть чуточку полезным. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерриар. Пока-пока. Продолжение следует...